Привет! Это может произойти и на вашем канале тоже. Что если постоянные зрители, постоянные подписчики говорят, что ты идешь не туда, ты делаешь не то, я отпишусь. Как правильно поступать в такой ситуации, чтобы не потерять аудиторию зрителей и продолжать активно развивать свой канал? Об этом сегодняшнее видео. Постоянный подписчик, который давно смотрит мои видеоролики, написал следующий комментарий. Если так дальше пойдет, ты увидишь массовую отписку. Денис, да запиши ты за 3 минуты и все спасибо скажут, а не в час. Ты думаешь, у всех есть время, час смотреть воду. Ты же сам кричал, что нет воды и так далее. Так кто ты после этого? Есть еще один подобный комментарий. Как реагировать на подобные заявления ваших постоянных подписчиков, ваших преданных зрителей и как правильно менять, либо не менять контент-стратегию канала, если вы видите, что происходит такое? Начинать нужно с объективных показателей канала. В частности, нас интересуют, конечно же, отчеты по подписчикам и отчеты по времени просмотра. Как вы знаете и прекрасно понимаете, в данной ситуации вопрос связан со стримами, длинными видеороликами, но получается, что некоторые зрители не понимают, что такое стрим и для чего они нужны, и поэтому высказывают такое вот свое мнение. Я же хочу сразу пояснить, что стрим это два в одном. Это, во-первых, прямая трансляция, где можно наиболее интерактивно взаимодействовать с вашими зрителями, с вашими подписчиками. Во-вторых, сразу после того, как трансляция завершилась, стрим превращается в обычный видеоролик и продолжает набирать просмотры. За счет того, что я стал проводить стримы на канале, действительно довольно существенно растут просмотры. Мы можем это видеть в динамике. Если мы откроем более продолжительный период статистики и сейчас немножко сгладим график, чтобы было более-менее понятно, к примеру, откроем по месяцам. Мы можем видеть, что, ну здесь понятно, еще в апреле месяц не закончился, мы видим, что некоторый определенный тенденциозный рост происходит. Вот декабрь, январь, февраль, март. Просмотры, в принципе, на канале растут за счет того, что стримы позволяют использовать те источники трафика, которые недоступны другим способом, и в среднем на видеороликах, которые именно проведены в формате стримов, просмотров больше, чем на других видеороликах. И кроме того, вовлекаются новые зрители, которые по-другому бы не заметили видеоролики. То есть, если на стримах от 4 и более тысяч просмотров, то на других видеороликах 1-2 тысячи, максимум 3 тысячи. В этом существенная разница. Теперь, что же делать, когда постоянные зрители не принимают такой формат? Конечно, идеальный вариант это совмещать формат стримов с тем форматом, который привыкли видеть данные зрители. То есть, делать в том числе и короткие ролики. И действительно, это правильно. Для этого нужен четкий график публикаций. И также помните, что если вы видите результаты, которые не противоречат вашим целям, то логично продолжать делать то, что вы делаете. Посмотрим теперь внимательнее на отчет по подписчикам. Да, мы видим, что отказов от подписки в данной ситуации достаточно много. Но и новых подписчиков тоже, в принципе, не так мало. И получается, что итоговый баланс положительнее. 831 подписчик. Как я уже говорил в видео по аналитике. Если нас интересует, например, почему в данной точке была отписка, мы нажимаем на нее. И смотрим, что в этот день было много закрытых аккаунтов. То есть, забанили много каналов 50 штук. И они в итоге попали в то, что уменьшилось количество подписчиков. В целом, мы можем также проанализировать, что происходит. Вот у нас видеоролики. Открываем, смотрим, как изменяется картина здесь. Так. Можно посмотреть, что вот, к примеру, стримы. Все не так плохо. Итоговый прирост подписчиков 19. Новые подписчики 23. Отказались от подписки 4. Дальше. Какой-нибудь еще видеоролик. Выжить на YouTube. Это тоже бумстрим. Итоговые подписчики 17. Новые 23. Отказались от подписки 6. То есть, здесь нет каких-то особенных выбросов. Здесь нет каких-то существенных статистически значимых показателей, которые говорили бы о том, что от стримов нужно отказываться. Поэтому, если кто-то из ваших постоянных зрителей, подписчиков, пишет вам, что вам следует делать по-другому, вы, конечно же, должны прислушиваться к его мнению, но не отказываться от своей стратегии. Опираться всегда на данные аналитики. Задавать конкретные правильные вопросы к YouTube Analytics, о чем, собственно, рассказано в курсе, который периодически публикуется. Курс называется YouTube Analytics. Ссылка находится в описании. И, получив достоверный, подтвержденный статистикой ответ, вы можете продолжать работу на канале. В частности, я хочу поблагодарить, конечно же, канал PC4User за его комментарий. И я буду стремиться дальше к постоянному графику публикаций, чтобы выходили и короткие ролики, и длинные ролики в формате стримов, на которых я могу ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание, дорогие друзья. До встречи в следующих видео. С вами был Коноден. Продолжение следует...